Добрый день, уважаемые друзья! Я жду всех, что вы ко мне присоединились в прямом эфире, и мы начнем потрясающий прямой эфир в новом году. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно? Сегодня у нас будет невероятно... Ага, вот она будет! Ой, Илюша, привет! Привет, я тебя не видела, не слышала 1906 года. Сегодня у нас Кристина Ракитина, колорист... Привет, моя хорошая! Привет! Что у нас с другом? Всех слышно? Нас слышно? Подскажите, пожалуйста. Я тебе повыше сделаю. Привет, Кристиночка! Привет, моя хорошая! Так что сторис твоя смотрела, как тебя там красили. Я в курсе всего, что происходит в твоей жизни. Да! Так, сейчас звук, подожди секунду. Немножко чего присутствует в студии. Так, единственное, все отлично, да, звук нас слышно, а то, мне кажется, обожаю вас. Ой, Илюша, и мы тебя обожаем. Понимаешь? Слюша, привет! Привет, привет! Друзья, кто не знает Кристину, сейчас я вам про нее расскажу. Это потрясающая девушка, с которой мне выпала честь знакомства вживую. Это девушка, когда мы с ней встретились, мы вообще не знали друг другу, мы познакомились по телефону. Тут песен мир, да, Настюш? Песен мир, говорю. Что? Вообще, не говорю, познакомились по телефону. Встретились с ней и проболтали, чуть ли не всю ночь расходиться не могли. Это девушка, которая зажигает. Это девушка, которая такая невероятная. У нее куча эмоций, куча движений. Я просто обожаю таких людей, которые всегда что-то делают. Она не сидит на месте. Она приехала из маленького городка. Городка, правильно говорю? Это было даже не город? Да, город под названием Маршан 40 тысяч населения у нас. Вот такой малюсенький совсем. Спасибо. Приехала и покорила, покорила реально Москву. Встать. Ты так громко, прям так говоришь обо мне. Не, ну так и есть. Я реально так тебя воспринимаю, что ты реально покорила Москву. При том, что это не потребовало себя какого-то... Такая связь плохая, Настя. Ребята, скажите, пожалуйста, как нас слышно? Мне тебя плохо слышно. Может, ты наушники оденешь? У меня нет наушников, к сожалению. Значит, говори громче, да? Громче, да? Говорить. Громче, да. Вот, Кристина, типа. А вот, когда двойной прямой эфир, то всегда что-то со звуком. Может быть, я еще перезайду? Давай, давай. Потому что люди пишут плохо, да? Да, сейчас. Вот, друзья, Кристина приехала в Москву. И на данный момент... Да, пропадает видео. О, ничего себе. На данный момент она работала простым парикмахером в обычном салоне на окраине Москвы. Сейчас Кристина, вот эта маленькая худенькая девочка, владеет своей большой студией, где она обучает уже специалистов, которые приезжают не только с России к ней, но вообще из разных уголков, можно сказать, мира. И обучает сложной колористике. Именно той колористикой, которая у нас коммерческая называется. Да, у нас Кристина присоединяется. Друзья, я так рада вас видеть в новом году. Не слышно? Так слышно плохо. Что? Друзья, Кристина скажет что-нибудь. Так, сейчас слышно? Ну, почти то же самое. Так, вы мне скажите, пожалуйста, слышно, видно нас? Друзья, мы хотим получить от вас обратную связь. Для нас это важно. Пока все присоединяются, присоединяются. Кристиночка, расскажи себе. Я тут уже вступление сказала, какая-то у меня потрясающая. Слышно. Ась, может быть у тебя что-то с Wi-Fi? У меня должно быть все очень хорошо. Я не знаю, у меня вроде тоже. Давай я сейчас попробую. Вот сейчас слышно хорошо, вон люди говорят. Как меня слышно и видно. Вот, слышно. Вестин, расскажи, пожалуйста, вообще о себе. Как девочка из маленького города, такая маленькая, хрупкая, рыжеволосая, как все это произошло? Как ты вот этого достигла? Хотелось бы узнать твою историю. Но это, наверное, не золушки история. Это история человека трудящегося, который пашет круглосуточно. Вот это бы хотелось. Мне очень многие задают этот вопрос, и я до сих пор не знаю на него ответа. И всегда говорю, я не знаю. Нет, действительно, я не знаю. Просто как-то все по наитию, само собой. Ну, и действительно, с помощью труда. Вот. Да, с помощью веры и с помощью своих рук. Вот. Поправьте камеру. А что не так с камерой? Так, Анастасия, поправьте. Да нет, все нормально у тебя. Я тоже вроде себя хорошо вижу. Угу. Ага. Но давай вот, хотелось бы вот это вот, вообще, знакомство. Как ты пришла в эту профессию? Так, профессия, сейчас скажу, в каком году. Лет 11, наверное, назад. Слышно, да? Слышно, слышно, да. Да, вот, лет 11 назад, конечно, еще не было профессии колориста. Сейчас я колорист. Тогда была профессия просто парикмахер. Я заканчивала обычную советскую, ну, почти постсоветскую, наверное, школу. Это не школа, а училище еще тогда называлось. Там учили на парикмахеров и такими способами еще старыми. Я накручивала коклюшки, вот, на химию. То есть какие-то составы мы с нами там делали. Крутили бигуди. В общем, еще такая старая-старая закалка. У меня старая школа. Мне многие не верят, говорят, невозможно, ты так вроде выглядишь. Ну, да. Я училась в то время, да, действительно, я училась в то время, сразу после школы. Я пошла на высшее образование, вот. И параллельно заочно училась на высшее образование, на педагога младших классов. Вот. А параллельно очно училась на парикмахера. Вот. На парикмахер тоже уехала, покинула свое уютное гнездышко, родительский дом. И в возрасте 18 лет я переехала в город Тамбов. Ну, где-то 100 километров от нашего городка. Вот. И там начала, как бы, свой такой путь парикмахера. Вот. Проучилась где-то там 2 года. На старый год я уже училась и работала. Вот. Потом мне, конечно, стало скучно. В городе Тамбов где-то полгода меня проработала и уехала с подружками в Москву. Но я не знаю, я такая рисковая. Я всегда думаю, ну, один раз живем, но почему нет? Ну, да, конечно. Ну, да. Хочется шире. Все-таки города хочется покорять более широкими масштабами. Ну, сейчас поколение, тогда мне казалось, что это совсем нетрудно, совсем просто. Как бы, ну, а что сидеть на месте? Вот. Тем более, я всегда хотела побывать в Москве. Мне казалось, что это круто. Мне казалось, что это здорово. Вот. И приехала в Москву с подружкой. Мы жили вчетвером, я не знаю, в комнате там 10 квадратов. То есть условия были такие ужасные, с клопами, не знаю, с шутками. На что хватило денег, получается, да? Да, с самых низок. На самом деле, знаний у меня было особо немного в парикмахерском искусстве. То есть раньше преподавали, не знаю, не так, как сейчас. То есть сейчас действительно уровень знаний, который дают, он в разы выше, чем раньше. Раньше абсолютно был другой уровень. У них не было никаких целей научить людей. Вот. И мы, помню, очень долго крутили эти каплюшки. В общем, я, получается, самоучка. Я потом сама получила свои собственные желания. Там начинала интересоваться этой сферы. И начала сама уже экспериментировать на клиентах. Вот. Работала в обычном салоне. Потом еще в одном, еще в одном. То есть без выходных работала. И потом... То есть у тебя старше 11 лет, да, на данный момент? Да. Один. Друзья, ставьте сердечки. Я не вижу вашей сердечки. Ставьте сердечки. Один. Да. Ага. Потому что люди все удивляются. Говорят, такая молодая. Она рассказывает про СССР. Вот. Так, Кристина, ты пропала. Что, Кри... Кристина, не слышно. Не слышно. Что-то у нас с Кристины. Так, нет. Звука. Зато есть веселая картинка. Ну да. Не верит. Вот теперь я тебя слышу. На самом деле, это так. Вот. Я висну, да? Сейчас, секунду. Вот уж, да. Что-то проблема прям была вообще. Не было звука. Ну-ка, давай еще раз. Что-то нет? Да. Ход, 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 да? Слышно? Ну, периодически, да. Да. Дальше расскажи... Расскажи, пожалуйста. Вот видишь, люди пишут. Умничка, горжусь тобой. Ты пример для всех. Слышишь меня? Периодически слышу, да. Но это очень плохо. Выходи, еще раз выходи. Большое, мне очень приятно. Вот. Блин, ненавижу прямые... Начинаю раскрывать свой... Да, сейчас нормально. Да. Давай дальше свою историю. Успеха. Смотри, дальше... Дальше я набрала определенную базу клиентов. Думала о аренде. Шла на аренду, переоборудовала, там, нуля, какой-то кабинетик. Небольшой у нас был на двоих девочках. То есть 15 раз в квадрате, мы работали 2-2. Вот. В общем, всех... Ну, не всех клиентов, клиенты, которые действительно вверх пошли... Давно все пошли в этот кабинетик. Вот. Потом их стало тесно, вот, клиенты продолжали расти. То есть желание работать и развиваться стало еще больше. Вот. Появился вот этот момент, появился Инстаграм. Ну, прям только-только появился, и он еще был непопулярный. Но я уже такая, о, что-то новое. Вот, фоточки какие-то выкладывают, видео, да, и-ка я попробую. И такие еще были первые шаги, в которых я принимала участие. Это такие были еще фотки на 4-й айфон. Вот. Это какие-то там бабульки с короткими стрижками, с какими-то такими объемами, перышками. Вот. Потом у меня, ну, как бы, более такое, стала меняться клиентская база, больше стала меняться на... Вот. Появился Инстаграм, я потом переехала в отдельный кабинетик, ну, прям рядышком, 10 квадрат, и я там уже работала одна. Вот. Я, ну, независимо от того, что было там какое-то движение или не было, я начала выкладывать фотографии. То есть мне интересно было, мне это что-то новое, фотки, видео, я работы там свои фоткала при разных там ракурсах, освещениях. И вот эта эпоха, на этой волне как-то все начало развиваться. Ну, ты знаешь, вот, Кристина, многие говорят такие... Я просто со многими людьми общаюсь, они говорят, да, мы понимаем, что надо фотографировать, надо снимать, но это отнимается кучу времени. У тебя же тоже это отнимало кучу времени, но ты же это делала. Конечно, все отнимает кучу времени. Вот. Абсолютно каждое тело движения. Но, когда есть цель, когда какой-то результат, то абсолютно нет игра. То есть это просто человеческая лень, не знаю, какие-то комплексы. Вот мне тоже там девчонки говорят, ой, что ты фоткаешь кому-то? Надо, смеялись там надо мной, ходили, ну, другие девчонки, которые в салоне работают. Хи-хи-ха, я говорю, так, все, я буду фоткать, мне нравится. То есть я потом, получается, страница, как бы, твоя визуализация. То есть ты выкладываешь твою работу и получаешь какие-то от этого плоды. Там люди приходят, говорят, ой, посмотрели ваши работы, и нам так понравилось. И сразу, как бы, стимул работать дальше и делать еще лучше. Вот. Вот на этой почве потом разное освещение при дневном свете, начала экспонтировать. И действительно получалась очень красивая, очень красивая работа. Тогда это еще не было конкуренции. Вот. И клип становился больше, больше, больше и больше. И мне опять стало тесно, я опять начала думать о развитии в дальнейшем. Антон, вы видите? Так, и закрой дверь, пожалуйста. Все так делают. Прямые эфиры. В дальнейшем развитии. Потом мне, конечно, в кабинетике стало уже у меня в Директ поступать. Много запросов с тем, чтобы люди хотели, девушки хотели быть моим ассистентом, они хотели чему-то уменьшиться. Вот на обучение я не брала, у меня был маленький кабинет. Я говорю, приходите бесплатно, я вас научу, просто вы будете... Вот. Как бы таким посылом. Вот. Потому что действительно сложное окрашивание отнимает кучу времени. Это достаточно сложная процедура и очень длительная. Раньше были там шатуши, потом стали начаться, и они действительно стали занимать больше времени. И было сложно... Кристина, а почему? Почему именно сложное окрашивание? Вот почему ты к ним пришла? А, так, почему я к ним пришла? Во-первых, мне всегда больше нравилось именно огонь, нежели стрижка. К этому направлению меня больше тянуло. Я такой человек, я развиваюсь в той сфере, не знаю, у меня очень хорошая интуиция. То есть я живу по чувствам. То есть у меня нет какой-то определенного плана, по которому я живу. У меня нет какой-то структуры. То есть я живу по своему сердцу, по своим чувствам, и меня птица никогда не подводит. То есть на данный момент мне именно хотелось развиваться в этом направлении. То есть я в этом видела большую перспективу, так как такие окрашивания еще появились там из-за рубежа, вот, начали активно тоже появляться в Инстаграме. И мне нравилось, я смотрела и применяла их. Даже какным путем, даже, еще не было даже семинаров таких, которые обучают этому окрашиванию. Был Интернет, был Инстаграм, я смотрела и пыталась что-то там сама. Когда-то получалось, когда-то не очень. Но тем не менее результат однозначно мне нравился. Я училась на своих ошибках, вот, и шла вперед, несмотря даже на какие-то там поражения свои. Вот. Сложные окрашивания, ну, я видела, я видела в этом будущее. Не знаю, мне прям завораживал этот процесс. Почему? Потому что с помощью сложных окрашиваний можно изменить внешность человека. Раньше этого сделать было нельзя. Почему? Потому что раньше было, например, осветление. Если осветление, то либо у меня вот этими полосками, либо полностью, например, осветление. И то было не всегда, можно осветлить какие-то волосы ранее окрашенные. Еще не было таких техник. То есть, в принципе, что можно было раньше? Возможно было раньше подкрасить корни. Там, свой цвет, либо темнее. Не было именно грамотного осветления. А клиенты хотели, у клиентов была потребность меняться. То есть, раньше мы предложить им не могли. То есть, действительно, там два было варианта. Либо у тебя волосы отвалятся, либо красить черный цвет. То есть, все. Но сложное окрашивание, если я правильно понимаю, это же сначала осветляются волосы. Это два этапа, да, правильно. Осветление в определенных техниках. Это начешь, шатуш, булаяш, айртач, и т.д. и т.п. Ну, это же очень, очень вредно, наверное, для волос, да? И второй этап – это тонирование. Тонирование, как правило, происходит. Да, тонирование. В общем, смысл сложный, что это переход от натуральных корней. Натуральных корней более светлым на концах. То есть, от темного, получается, к светлому. Раньше было амбре. Раньше не было там. Сейчас было амбре, и был такой резкий переход от черного к белому. Вот. Сейчас, слава богу, такого нет. Но раньше не было других способов. Вот. И этот метод приобрел более такую популярность. Почему? Потому что девушкам не приходилось каждые две недели, каждый месяц подкрашивать корни. Это было очень хорошей перспективой к тому, чтобы отращивать свой натуральный цвет волос. То есть, раньше это было делать невозможно, потому что это отрастало очень контрастно и очень некрасиво. Вот. Если начинаешь закрашивать, то тут желтая полоса, тут темная. Очень сложно было как-то соблюсти этот баланс. Вот. И при помощи сложных окрашиваний именно можно было добиться этого перехода, этого натурального перехода, плавного, от натуральных корней до светлых кончиков. Конечно, это не сразу. Это не сразу был плавный переход. Это, конечно, были пятна, были там разные косяки. То есть, раньше не было таких способов. И потихоньку, потихоньку эта сфера начала развиваться. Вот. Если нас смотрит Илюшка Жилкин. Смотрел, да. Да. То есть, это мой первый учитель и бакуларистики. Я к нему пошла на семинар, назывался «Мраморное окрашивание волос». Еще когда я в кабинете своем работала. Мраморное окрашивание волос прям перевернуло мое сознание. То есть, это очень интересная техника. Она, конечно, без осветления. Это осветление производилось краской. Но, тем не менее, это был такой какой-то интересный опыт. Там окрашивание какими-то жгутиками. Жгутики по определенной геометрии были. И очень интересные эффекты. Вот. И на этой волне тоже меня это вдохновило. И я пошла-пошла дальше. Да, чуть-чуть прерываешься. А вот вообще сложное окрашивание, оно долго по времени? Что еще рассказать? Я говорю, сложное окрашивание сколько занимает времени у мастера? Сейчас сложное окрашивание полдня. У каждого мастера в нашей студии, колористский Color Fresh, у нас по два сложных окрашивания в день. То есть, у нас две схемы. Либо сложное окрашивание, либо тонирование. Либо и только две записи, если это сложно. Это, например, одно сложное, там два тонирования, это одно сложное можно успеть. То есть, у нас ограниченное время, потому что окрашивание занимает большое количество времени, это 5-6 часов, чтобы именно качественно его сделать. Конечно, некоторые мастера, чтобы увеличить свой доход, они, конечно, берут по 3-4 сложных окрашивания. Но от этого страдает, старается качество. И качество волосы, и качество окрашивания. То есть, невозможно сложное выполнить быстро. Это достаточно сложный и энергоемкий процесс, который требует больших знаний, большого опыта и труда, и времени. Да. Кристиночка, тут вопросы задали, давай быстренько пройдемся по ним. Так, у меня, так, цвет волосы тебе красивый. Это эфир для начинающих мастеров? Друзья, это эфиры для всех парикмахеров мира. Не только России, уже насмотрят и Англия, и Франция, и Германия, и Америка, так что это для всех. Так, если я чей-то вопрос не услышала, по поводу шатуш. Кристина, сколько часов у вас занимает шатуш? Пять, шесть, что? Не меньше, не меньше, да. Услышали, да, что это действительно, ну, такое сложное. Так, а вот хотелось бы... Так, 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 секундочку. Но я понимаю, что это вообще процедура очень недешевая, раз это так много времени занимает у мастера. Ну, естественно, если раньше, например, окрашивание, можно было взять, не знаю, я помню, работу выбрала, по шесть, по семь окрашиваний в один тон. То есть я могла взять. Угу. Сложных всего лишь два. Естественно, сложное окрашивание не может стоить дешево. Во-первых, из-за времени, во-вторых, из-за количества расходных материалов, краски и фольги. У нас уходят километры, просто фольги. Километры фольги и банки килограммовые порошка осветляющие. Чтобы осветлить иногда одну голову, нам нужно целую банку осветляющего порошка. То есть это реально себестоимость очень высокая, и априори сложное окрашивание не может стоить дешево. Вот. Но люди некоторые этого не понимают. Может быть, понимают, но не в силах платить. Могут себе позволить отдать такую сумму за окрашивание. Мужья на них крутят у виска и говорят, что дурь, что ли? 15 тысяч, там 9 тысяч за окрашивание, да это вообще как почки. Вот. Возможно. Да. Даже для меня, вы не поверите, даже для меня, школу и студию для них тоже дорого. Я, может быть, тоже подумала, заплатить или не заплатить. Но я, как бы, всегда рассказываю в своем блоге, в инстаграме, всегда клиентам рассказываю. И, в принципе, на примерах вижу, которые к нам приходят, например, на исправление люди. Я говорю, что скупой платят дважды. Вот реально, волосы – это такая вещь, на которой не стоит экономить. То есть, я, в принципе, не стоит экономить ни на чем. Я уже поняла, не стоит экономить на ремонте, на рабочих. Вот. И на всем остальном. Действительно, скупой платят дважды. Хорошая работа, действительно, хорошего специалиста всегда стоит дорого. Всегда. А часто? Она оправдывает себя, потому что наши клиенты, наши девочки ходят по полу. С нашим осветлением, то есть приходят просто с отрошенными кончиками. Ну, или некоторые по желанию тонируются промежутков. То есть, по году в год вы считаете, вы потратили эту сумму, и вы просто забыли. Просто забыли о том, что вам нужно приходить. У нас возвращаемость, я говорю, у клиентов очень маленькая. Но она возвращается через полгода-год. То есть, вот это наш такой период. Нет, но это тогда большая экономия в деньгах. Да, это большая экономия в деньгах. Это нужно понимать, это нужно заранее просчитывать. Кристиночка, скажи, пожалуйста, а часто обращаются клиенты, которые приходят от других мастеров? С чем-то страшным на голове? И вообще, как это исправлять с чужими работами? Естественно. Естественно. Сложно исправлять. Сложно, потому что, ну, понимаете, художник, чистый холст, чистый лист. Вы на нем без всякого труда нарисуете шедевр. Вы художник. Очень легко нарисовать на нем какой-то свой шедевр, который вы задумали, который уже есть какие-то дарты, например, да? Вот, то есть, качество там бумаги, там другое. Вот. И представьте себе какой-то холст, на котором уже вот так вот все измеряло. И качество волос, естественно, при какой-то неграмотном прикосновении неквалифицированного мастера, естественно, оно теряется. Представляете, на разных зонах нужно уловить вот эти разные степени повреждения волос, разные фоны осветления и разные, разный вообще, разный цвет. Модик, такие клиенты абсолютно разношерстные. Делаем. Так, еще раз. Еще раз. Мы работаем в асидах, работаем разными техниками, то есть, смотрим, делаем тест-прять, то есть, не отходим от клиента. Возможно, отказываем даже, если у нас есть стропа. Приходят клиенты, у которых просто, ну, невозможно, это безнадежный случай, естественно, мы им отказываем. Потому что брайки... Вот теперь большой риск. Кристин, я знаю, что ты открыла потрясающую большую студию. Ты там очень долго делала ремонт, намучилась этим ремонтом. Наконец-то сделала в студии свои мечты из карты визуализации. Вспоминая, у меня слезы наворачиваются на глаза. Но это всегда сложно. Я могу понять, вообще счастлива я или нет. Потому что очень сложно. Ну да, я открыла студию. Я сейчас, кстати, в ней нахожусь. Очень было над ремонтом. Дизайнер... Это я. Дизайнер тоже я, плюс идеи моей команды. Вот. Если интересно, могу указать студию. Да, будет интересно, но попозже. Вот хотелось бы узнать о твоей команде. Потому что я общаюсь с огромным количеством владельцев салонов. И вообще с салонами работаю. И со всеми с этой сферой общаюсь. Очень интересно узнать. У тебя потрясающая команда. Как так ты собрала этих безумно творческих людей. О, что-то тебе написали. Ага. Отлично, Кристина. Смотри. Кристина, мы должны войти, Игорь, сейчас. Потрясающие люди, потрясающая команда у тебя. Расскажи, как ты вообще это всё... Их держишь, этим управляешь, маленькая худенькая девочка. Ну, я не держу их всех. Как держишь? Привязано к батарее у меня. А, понятно. Поддержу, девчонки. Да, не держи, не держи. Вы держи, да? Сами, да? Свобода, свобода. Ещё раз свободу, повторяю. Ох ты. Ничего себе. То есть вот так, да? Руководитель бывает такой, который даёт свободу? Ну, похвали своей командой. Ты понимаешь, что работа должна приносить удовольствие. Согласна. Да, работа приносит удовольствие. Тем более, наша профессия настолько творческая, что абсолютно загонять людей, взять своих сотрудников в какие-то рамки, это просто бессмысленно. И их производительность, там, труда уменьшится в разы, то есть они будут приходить на нелюбимую работу, в нелюбимое место и обслуживать, получается, нелюбимых клиентов. То есть всё взаимосвязано. Вот. Ещё я притяжусь такой позиции, что какой ты, такие люди к тебе притягивают. То есть сколько ты даёшь людям, столько ты и получаешь. Вот. Всё исходит от тебя, всё зависит от тебя. Я даю людям свободу, я даю людям право выбора, я их не ограничиваю ни в чём, даю хорошее условие, даю любовь. Здорово. Кристина, вот ты обучаешь окрашиванию. И обучаешь этому хорошо, и уже большое количество парикмахеров обучились у тебя. Ты не боишься, что ты выращиваешь своих конкурентов? Ох, нет, конечно. Я сейчас нахожусь как бы в таком положении, уже нахожусь в такой позиции, что я не могу просто красить и сидеть на месте. У меня сейчас очень большая жажда знаний, именно отдавать свои знания, разделиться. Мне это просто сейчас необходимо, этот обмен знаниями, обмен энергии. То есть я от этого кайфую, я от этого получаю удовольствие. Конкурентов, да, очень много сейчас стало колористов, очень большая конкуренция. Но я только радуюсь за успехи своих учеников и успехи коллег. Вот клиентов хватит на всех, я как бы говорю. Твой клиент, он от тебя не уйдет, он будет твоим, как бы, либо поднимай жопу, что ты делаешь, чтобы он остался твоим. То есть покрасить и сказать, приходите ко мне краситься в домашних условиях, вот, это как бы опрометчиво, конечно. Вот. А если человек развивается, если вкладывает себя, вкладывает в обучение, то, естественно, он будет привлекать к себе клиентов. Хватит на всех. Это я вас, я вам гарантирую. Потому что в Москву доходишь в метро, до сих пор и такое у людей на головах. Вот. Что действительно хочется перекрасить всех. Поэтому я призываю, я не просиваю, я призываю всех, красьте, пожалуйста, людей, чтобы наши девушки были красивыми. Ой, это правильно. И канал всем лучше. Да, Кристиночка, смотри, я посмотрела твой канал с приложением и парикмахера. У тебя уже 36 городов. Люди подписаны на лично твой канал, они хотят обучаться у тебя. Пока я делала оливье, пока я делала оливье на Новый год, да? Да. Люди присоединялись, я очень этому рада. Поль. Маш, принеси, пожалуйста, зарядку длинную. А то у меня это не работает. Очень хочется. Да. А чтобы... Так, ты меня слышишь? Большое задоверие. Ой, ты хочешь, ты хочешь? Да, это важно. Ты посмотри. Тут только перечень городов, которые рядом... Ух ты, у меня не всё так. И Новосибирск, Кипер, Мехимка, Жуковский, Уфа, Липецк, Красноярск, Кобов, да, Кострома, Котельники, Дубна, Донецк. То есть, представляешь, тебя любят в таком количестве городов, и все хотят у тебя обучаться. Ты когда сделаешь уже обучение онлайн для приложения «Мой парикмахер», скажи, пожалуйста? Да, я сейчас работаю над этим. Я прошу прощения, сейчас включу в розетку зарядку. Друзья, напишите, из каких вы городов, нам тоже это очень интересно знать. Так, пропало. Сейчас над этим проектом, над проектом онлайн. Вот. Не слышно? Не слышно? Ещё раз повторяй. Не слышно меня? Повторяй, повторяй ещё раз. Не слышно? Слышно? Я говорю, работаю в онлайн-школе. Приехала, отдыхала с семьёй, могу отдыхать, у меня шило в жопе. Я приехала в Москву и занялась именно созданием работы над онлайн-школой. Вот. Также набираю, уже почти набрали мы группу, у меня существует школа оффлайн, то есть стационарная школа, там, где у меня раньше была студия Color Fresh. Сейчас там находится, на этом адрес находится Оффлайн-школа. Там я провожу учение с нуля, курс Color Fresh с нуля. Пользуется, я даже не ожидала, пользуется настолько спросом, настолько мне очень это радует, настолько люди с таким желанием осваивают нашу профессию. Хотят освоить нашу профессию колориста, и рада, что я прям одна из первых создала такую школу, и действительно даю хорошие знания. То есть у нас уже есть первые выпускники, которые за три недели научились делать вообще такие обалденные вещи, которые вот действительно даже опытный мастер не каждый делает до сих пор, честно. Друзья, это Москва, Москва, колориста Кристина Ракитина рассказывает про обучение в колористике. Да, Кристина, извини, я так... Город Москва. Многие спрашивали, когда вы к нам приедете там куда-то? Честно, пока что не готова. Я ездила к своей подруге, и заодно мы с ней вместе, она тоже колорист, мы заодно вместе проводились. Не обучение, но это обучение было уже для продвинутых мастеров, то есть не новички. Вот, и также провожу в Москве обучение, то есть есть вторая ступень, это обучение для уже опытных колористов, то есть колорист-профи. Тоже у нас обалденная программа, мы показываем, это каменный мастер-класс, он же колорист-профи, мы показываем целых шесть техник сложных окрашиваний. Мастер-класс, правда, целых два дня, плюс еще два дня отработки. То есть два дня демо, два дня отработки. Вот, мы показываем целых шесть техник, с которыми, в принципе, самых таких популярных, самых основных, самых таких топовых, ну, с нашей... Ой! Вот, и точно нам приезжает очень много колористов разных городов. Так, Кристиночка, вот я знаю, что у тебя именно на второй ступени, которая не колорист с нуля, а уже повыше уровня, что приезжают к тебе специалисты вообще с разных... Откуда приезжают наши любимые парикмахеры к тебе обучаться? Все верно, да, приезжают. Приезжают с разных городов. Вот, и потом получаю очень много благодарных отзывов, как девочки, там, ребята работают по нашим техникам и выкладывают просто такие замечательные работы. То есть у них меняются полностью вообще мировоззрения, меняются даже аккаунты. Мы также обучаем, как продвигаться колористу самому в инферам, без помощи, даже вложений, если, например, кто-то к ним не готов. Вот, то есть у нас такой развернутый курс, полная, выдаем полную такую упаковку, то есть полное понимание того, что вам делать. Вот, так что... А из каких городов приезжают люди? Городов? Ой, я уже не помню. Не помню, я очень плохая память на городах. Ну, страшно, страшно, страшно. Там сургуты из Казахстана очень часто приезжают. Вот, даже это Казахстан, страна даже другая, правильно? С Украины девочка была, вот, Донецка. Ну, и наши города, там, ближайшие Подмосковье очень часто приезжают. Вот, на индивидуальные... Ну, это круто, это круто, что к тебе едут в такой дар. Это очень ценно именно. Так, Кристиночка, вопросов тебе море. Вот, кстати, вернусь к приложению. А ты уже выдаёшь электронные сертификаты всем тем, кто у тебя обучался? Потому что это важно, они хотят, они гордятся тобой, они гордятся тем, что они у тебя обучались. Надо им выдавать электронные сертификаты очень. Это очень важно. Это очень хорошая идея. Да, это очень хорошая идея. Это вообще что-то такое нереальное. Вот. Очень такая масштабная форма. Я думаю, что она будет становиться со временем только успешнее. Мне нравится, мне нравится личное мнение. В отличие от Инстаграма, где очень много людей, которые к тебе не относятся, которые просто смотрят. Мне нравится то, что ваша платформа – это такая обособленная страна именно нас. Именно нас, парикмахеров, колористов, то есть наших единомышленников. Это очень круто. Я не знаю, как вам вообще в голову пришла эта идея. У нас есть такой умный основатель. Сергей, я знаю. Лично, да, Сергей. Это же секрет. А, да? Серьезно? Да. Ну, кто знает, как он Сергей? Сергей, у вас в стране очень много. В общем. Хвала ему. Так, пропадаешь. Хвала ему и дровисимо. Очень деяльный просто человек. Вот. И крутая... Не слышно уже. Подожди. Так. Ещё раз давай, Кристина, потому что... Может быть, тебе не слышно? Может быть, слышно зрителям? Слышно? Слышно? Не слышно! А теперь... Вообще. А теперь слышно. Слышно? Что-то, Кристина... Ну, так, да. Девочки, слышно? А, девочки... Не слышно. Не слышно, не слышно меня. Не слышно. У кого-то не видно, видишь? Значит, у меня с интернетом что-то. Сейчас слышно меня? Да, теперь слышно, да, Кристиночка. Можешь ещё раз заново. Может быть, перезайти? Не слышно? Ну, уже вроде бы слышно. Да. Нет, нет, Вис, мне-то не видно. В общем, звук скачет. Я говорю, хочу сказать огромное спасибо тому гениальному человеку, который создал эту платформу. Это очень круто. Там находимся только мы. Парикмахеры, колорицы, визажисты. То есть все люди нашей бьюти-индустрии. Слышно меня? Да, тебя видно всё. Слышно? И через раз слышно. Я уже третий раз. Вот. Так. Что я хотела сказать? Я была очень рада ремонтом, созданием новой студии, проектом по созданию оффлайн. То есть всеми программами, ну, все-все-все, у меня задач было очень много. Но я освободилась не до конца, но достаточно освободилась для того, чтобы заняться платформой «Мы парикмахеры». Вот. И обещаю, что после праздников я вплотнуюсь займусь этой платформой и буду выдавать электронные сертификаты, сделаю до конца наполнение. Кто ещё не видел, пожалуйста, все скачивайте приложение, заходите, ищите меня там. Ракитина Кристина, по-моему, у меня называется «Color Fresh». Вот. Нет, теперь по-другому, Кристина. Теперь просто Ракитина вводят, когда регистрируются, и попадают в себе команду. А, понятно. В общем, всё равно же «Color Fresh» там написано, да? Школа. Да, они будут основатели, фамилии-основатели. Да, в общем, буду рада, буду рада, если увижу вас у себя в группе, у себя в команде. То есть мы будем тоже создавать внутреннюю движуху. Скоро я выхожу на YouTube, буду делиться с вами бесплатными знаниями, бесплатными знаниями своих техник. Вот. Будет очень много полезных советов по колористике, по созданию там даже своего салона. Меня очень спрашивают, как ты, вот расскажи этапно, как ты это всё делала. Вот тоже я это буду всё рассказывать. Вот. Кристина, ну ты вот эту информацию, вот эти видео, ты можешь заливать также в приложение «Мы парикмахеры». И делать это открытым каналом, чтобы все парикмахеры приложений вот это увидели. Потому что YouTube-канал у тебя видят, будут только те, которым ты расскажешь. А в приложении будут видеть все. Не спорю, хорошо. Буду у вас выкладывать, дублировать, как угодно. Да. А ещё, Кристина, мы тут телеканал делали. Так, ты у меня нависла. Вот, Кристина, мы ещё делаем... А теперь я... Ага. Отлично. Мы делаем ещё телеканал в приложении «Мы парикмахеры». И мы с удовольствием разместим твой контент. Вот именно то, что ты хочешь, чем поделиться с людьми. Вот с удовольствием разместим для того, чтобы все парикмахеры нашей большой планеты могли бы увидеть это. Я с удовольствием поделюсь с вами этим контентом. Вот. Супер. Кристиночка, у тебя спрашивали, сколько стоит твое обучение? Сколько стоит мое обучение? Калорийс 0, 3... У вас какой именно блог? В общем, я расскажу про всё. Калорийс 0, 3 недели, грамм с утра и до вечера, бывает даже до позднего вечера мы занимаемся. Вот. 3 недели стоит 70 тысяч рублей. Если платите сразу, то 60 тысяч рублей. Также, возможно, расстрочка по 23 500. Это как в течение 3 недель можно обучить, оставшуюся сумму. Вот. Калорийс 0, 3 профи. Это командный мастер-класс. 6 тех самых топовых, самых популярных. Вот. Сейчас буду потом рассказывать в своем инстаграмм про эти техники конкретные. Вот. Отработка тысяч рублей. В общем, 4 дня. Ага. Угу. Вот. Если кому-то интересно, есть профиль Color Fresh School. Мы его создали, чтобы специально делиться работами наших учеников. Там в режиме онлайн, то есть мы в Stories. Также сейчас мы выставляем все работы наших учеников. То есть можно посмотреть поэтапно. Как они росли, зайти, ты не достиг, никакие работы выполняешь. Профиль он заискал Color Fresh School. Интересно, может туда зайти, написать в директ, и вам вышлют презентацию нашей школы. И ответить на все вопросы интересующие. Отлично. У нас уже подходит время нашего прямого экира. Друзья, друзья, кто еще не скачал приложение «Мы парикмахеры», скачивайте. Если вы хотите попасть в команду Кристины Ракитиной, вводите в основатели «Ракитина». Вы попадаете в приложение, и там вы уже сможете коммуницировать, потому что там находится мессенджер, по которому вы всегда можете написать Кристине лично. и спросить, что вот интересуют, какие у вас вопросы по обучению или по цвету волос Кристины, потому что я вижу, что многим это нравится. Также Кристина будет выдавать электронные сертификаты. Да, теперь ваши сертификаты не будут пылиться в шкафу, вы будете их вешать на ваш профессиональный профиль. Но для этого вы должны... Да, это вешать не модно вообще эти сертификаты. Я вообще против этого... Нет, я против этого. Кто вешает сертификаты на стенку, это вообще уже все, это прошлый век. Девочки, забудьте об этом. Теперь действительно все настолько... Мир перевернулся, что сейчас все в электронном виде. То есть вы можете это на своих там страницах, то есть свои страницы, видите, в нашей платформе «Мы парикмахи». То есть намного круче. И, например, если вы какой-то захотите попасть ко мне на обучение, то есть вы пишете в своей странице, я вижу ваши уже работы. Может, что-то я вам буду советовать, что вам изменить, что вам сделать. То есть это очень круто, что все в электронном виде. Кристина, самое важное, люди, которые тебе будут писать в личку, ты открываешь их профессиональный профиль, и ты понимаешь, что ты общаешься не с головами, непонятно кто это, а ты общаешься с человеком, который написал о себе информацию в профессиональном плане. Конечно, конечно. Это очень важно, чтобы сразу общаться, контакт был зрительный с человеком. Это очень круто. Друзья, я безумно рада всех видеть. У нас завтра прямой эфир тоже днём. Я вам обязательно пишу пост, выставлю сторис, во сколько прямой эфир. Сегодня у нас была прекрасная Кристина Ракитина, потрясающая девушка, которая покорила уже этот город, большую Москву, приехала из маленького городка. У которой сейчас потрясающая школа, своя школа, где она делала ремонт днём и ночью, всё сделала с такой любовью, подобрана команда с любовью. Так что, друзья, добавляйте к ней в команду приложение «Мой парикмахер», пишите ей в личку, Кристина Ракитина, она обязательно с вами будет коммуницировать, общаться. «Люблю, целую, до завтра». Всем спасибо за внимание. Буду рада, чтобы мы парикмахеры. Всё, всем пока. Всё, пока-пока. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Пока, моя хорошая. Субтитры делал DimaTorzok